А что мы мы делаем? Бекон жарит! Делаем блюдо по-американски Адь, я не знаю, что мне переворачивать Вилка не взял Вот эта штучка Вот эту лобочку можно Потому что я боюсь Вилка не взял Вот так хорошо поджарятся Там прям такие Помнишь, как были в отеле? Кроме Как приятно, когда мама готовит Ну что, у нас тут колотится Вау! Красивенький получился Добрый вечер, конечно Кстати, вот этот жирок Надо было потом куда-нибудь собрать Чтобы я его использовала К примеру, в супчик Да, сейчас я немножечко соберу А то же я буду жарить еще и омлет А этот? А, это твуряк Тут лежит Даже сейчас я его Для контента надо убрать Пусть он тут пока лежит А вот это я отставлю Вот так вот Ага Вообще-то можно даже не обшить Бекончик хрустящий Видишь? Омлетик Омлетик сейчас будет, да Извините, я тут немножечко на Кики, кики, шкала Вот сейчас там все Мама приготовила нам омлетик Вот у нас тут Тосты По-американски Омлетик Бекончик Завтракаем По-американски А давай все равно А ты потом скажешь А вы не надо А вы не надо Вот такой у нас завтрак Всем приятного аппетита Ощущенное такое И воздух вкусный Не пахнет лошадками Зашли с мамой в центральный парк Гуляем по центральному парку Брат уже здесь находится Сейчас идем к нему пешком И вот у мамы тут первые впечатления От центрального парка Ну а что, я уже второй раз в этом центральном парке Ну я как вроде бы первый раз Дышится легко и хорошо Как вроде бы в лесу А я же говорю, что пахнут дуговые листики А, да Вот дышать хочется Как-то она Даже не только Весной Но по сравнению с весной Здесь не так зелено Ну да Мы были в марте В прошлый раз И цвели уже Нарциссы И крокусы Желтенькие были Желтенькие, да И синенькие были Да, желтенькие и синенькие цветочки были И травка зенелела Да А сейчас Как будто осенью Как будто осенью И вот Ну конечно смущает вот эта неубранность Но я думаю, наверное У них так задумано Да Наверное, еще рано Наверное, еще рано Они думают, пусть оно все Вот это вот Как это Всядется Ага Чтоб меньше было Так же, если бы не были Так, я Олегу сказала, что мы будем минут через десять А мы сейчас тут Десять минут будем только видео снимать Ну так что? На карете Не хочется? Нет Или на велосипеде может быть Нет И буду это Весело с улыбочкой Весело с улыбочкой Весело с улыбочкой гуляем мы пешком Пока гуляем пешком Пока гуляем пешком Это тоже Правильно Вот почему холодно Тут зима Там лед Да, там на озере лед Весело Пока гуляем пешком Я же слышу холодно А тут еще ледик оказывается на пруду Уточки Уточки Наверное, дальше Потому что там Здесь замерзшая территория Прудика А уточки будут дальше Там есть участок Где тепло, наверное Весело И что это такое? Не знаю Что такое? Ну, чтобы стоять Ну, зелененькие такие Интересные елочки Ну, они колючие Как колючие Ага А небо-то голубое Надо искать где-то солнышко Угу Потому что так оно вроде как Тепло Было На солнышке А где люди уединились Ага Ага Вот там хорошо Ну, не сказала Тут уезжок не очень Потому что у нас лед Значит, здесь холодно Ах Слушай, я как это дерево Выкорчевалось Ага Смело Вот это? Ого Да, смотри Погода, конечно А, ветер Что-то мы так проголодались Что пришли, сели на лавочку И сразу быстро съели все хот-доги от Натанс Вот, Натанс У нас были хот-доги Картошечка Прайс Ну, кола То такое дело Уже такой 100% рептич Это 100% перерабатываемая бутылка Бутылка Тара Ммм Олежек, к тебе белка пристает Угу Она думала, что у нас тут что-нибудь вкусненькое есть Не снимай, когда мать деньги прячь Ха-ха-ха-ха Так что вот покушали мы хот-доги от Натанс Здесь в центральном парке С белочками И что-то мы так сильно проголодались Что съели все Даже не вспомнив о том, что надо было бы показать вам на видео Что мы ели Да Ели мы Вот Булки Да Гуляем по парку Эта собачка такая смешная Да Капец Все траву рассворотила Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Ха-ха-ха Развлекаловка Ха-ха-ха Дурашка Ага Развлекаловка Меня так надо погонять Ха-ха-ха-ха Как вам в парке? Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Я планшинку сделать Ай Блин Не успела А вот Ак Класс Он интересно Пойма Ну Класс Пойма Wind Это просто прудик Что0 Класс hazards Тоже они не берут хочу своих не покормили а они тут не голодные кто-то подкармливает все кому не лень борьбочки в мерзнут каким и мерзнем пошлите уже дальше гулять что-то она вроде как и плюс 10 и хорошая погода холода тоже не знаю что не такой старый старая очень какое-то там из-за деревьев не видно а мы будем как совместные а вот а здание для на интересное а на самом деле если так посмотреть тут нью-йорке много интересных зданий кто-то не сказал что кто-то не сказал что здесь архитектура не очень как бы вообще архитектуры нет истории нету городовым по-моему тут охрененная история и архитектура очень разнообразная олежек у нас гулял пешком только что с бруклина там где мы живем дошел до манхэттеном до центрального парка так где же олежек гулял вдоль очень оушен авеню по 19 стрит по этим двориком по всем и прям 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 до этого вышел до права проспект парке оттуда отошел уже до манхэттен бриз я перешел и там была пешеходная еле нашел по пришлось побродить но я кстати мы сегодня ехали на пол этом на метро и я видела что люди там ходят пашка да там с левой стороны люди были с правой стороны в лесопедисты добра смотрим эти тут интересно да но оттуда уже бродвей дальше это и виню обалдеть неплохо ты прогулялся это сколько километров 21 вроде должен ой смотрите это что-то подснежники какие-то интересные такие цветочки какие тут сутриках как стоят лошадки мерзут бедненькие на нас только что чуть лошадь не наехала о вот этот памятник был в фильме один дома 2 потерянный нью-йорке а я его тогда не захватила я про него совершенно забыла памятник ему джосе де сан-мартин либерал аргентина чили и перу катаемся на автобусе решили поехать по маршруту как я ездила в моем видео один дома 2 и от отеля plaza мы сели на автобус и едем в северную часть центрального парка чтобы увидеть большое озеро гуляем в северной части манхэттена недалеко от центрального парка его тоже северной части центрального парка вот смотрим какие тут дома интересные северной части а здесь теплее чем там где мы будем поможем просто в автобусе нагрелись поэтому и теплее а там мы сидели на холоде кушали бургеры там даже кучу снега пусть у тебя хорошенький собаки вот такой тихенький райончик тихенькая улочка типичный нью-йорк со своими трубами паровыми а это из метро что любят парк ну это типа какое-то отопление даже не знаю на меня Олег и мама уже обиделись потому что я их тут пытаюсь водить что-нибудь интересненькое показывать а у них все а у них ноги усталость чемодан надо собирать у нас последний день когда мы вместе проводим этот день а вот кстати вот эти вот здания вот адрес пятьдесят первая по-моему или какая-то в общем здесь типа дом кевина где дядя дядя кевина точно один дома вот так что сейчас быстренько пересекаем центральный парк и быстренько отбежим большое озеро быстренько быстренько отбежим справа вот эти лестницы какая-то дробная да лестница тут шикарная лепнина ну а как же нет бедный трех этажный дом семья но тут вообще там уже даже изжить и несколько семей а я говорю что тут мусорки интересные где юг центрального парка откуда мы приехали ой вообще-то нет у нас был зеленый вообще у нас был зеленый поэтому они обязаны были остановиться да соснах или пальмах вот в чем вопрос интересно выглядит сосенка что замерзли нет как-то подустали там уж даже не ходили сегодня у меня до сих пор опять же план не выполнен я вчера у меня то я вообще не ходила сегодня смотри сколько у меня километров девять километров я же с тобой вот сфера и мне уже пора домой идем домой 8 и 3 8 и 3 проверила сколько километров до нет конечно вот там олежек знает они такие белые почему они белые а это кора слезла да а это они до осенью у нее с них отваливается очень много коры интересные такие деревья но от них много зелени много тени и интересные типа каштанчики да там а до 1 на верхушках висят типа такие орешки здесь внизу не найдешь их уже все убрали вот давайте на мостике можно сфоткаться а что некрасиво мама возмущается что из-за этого типа мы сюда пришли возмущается что я здесь не нравится ну тут же он красотища то какая нью-йорк потому что она еще и закат и потому что так красиво но и есть они все на телефоны снимают они или идти не хотят или не хотят в общем у меня времени нету снимать короче вот так вот тут все интересно вот доходились пока темень олег поверни лицо сюда последняя наша совместная прогулка по нью-йорку все завтра мама и олег улетает улетают в принципе рано утром я их провожу и сразу бегу на работу вот они летят в украину что ага все посадочные получили стоя не полетим благополучно как сказал олежек даже на два часа будет меньше у нас продолжительность полета ооо это классно то есть это не 11 часов будете лететь а меньше да 9 я не удивляюсь ты не удивляешься в магазине да привыкно уже привыкно все уже привыкли все русские в лифте здороваются по-русски еще купали украинскую мовою ооо да люди разбогляют так так украинскую мовою да так что много российской и украинской мовы тут у Нью-Йорка они тут весь мусор будет тут будут выкидывать весь мусор тут поковыряться даже швабры есть какие-то стулья а журнальный столик был интересный стулья видела а с утра и телевизоры были были телевизоры да что дают ну тогда зачем его хранить если он надоел к пелену правильно это у меня он там это Саша сказал что хэппи отремонтировали где он еще актуален да а зачем ну так вот ну и коронное блюдо от мамы мы обычно привыкли всегда варить креветки но именно здесь мама порекомендовала их именно пожарить и они получают у нас очень сочные очень вкусные носили румейтом моим угощали креветочками всем очень понравилось так что основной рецепт какой обычная там олейка оливковое масло там такое креветочки солька перец и все довольно таки очень быстро готовятся что там уменьшить огонь да ну каждый раз третий раз покупают креветки и третий раз все больше и больше то помещались они у меня все красиво на сковородке а это что-то он прям хлопнули ну два раза я не буду жарить я их делаю в один раз сейчас мы их попытаемся перевернуть так чтобы они были все целенькие чтобы все было чтобы всем досталось огня так что мама у меня тут кулинарик в Америке по полной программе ну креветки конечно супер-пупер красивенные мы сейчас вот это еще я вчера делала я чесночок жарила отдельно вот ну как бы в начале а в этот раз я решила ну как бы я уже все продукты как бы поотносили ну в общем и у меня там сейчас один зубчик сейчас я его попытаюсь покрошить туда вот сюда где-то между а да у нас еще чесночок мама привезла из Украины чесночок который мы сами же и выращиваем чесночок да вот так что она мне целый там пакетик привезла чеснока пока у нас вот остался один зубчик все остальное уже у меня дома все что мама принесла этот мы сейчас выслите сюда на раз два три положим вот чтобы он там где-то где-то чтобы он там где-то и дал это чтобы они подружились с креветками и чтобы вот это было хорошо сейчас еще вот уже в конце сейчас мы сделаем так ну чтобы они были красненькие с той стороны и мы туда еще плюхнем соевого соуса то есть вы и посолили соевый соус? нет ну я чуть-чуть только чуть-чуть я совсем вранулечку ты видела сколько я солила или не видела? ну да совсем чуть-чуть посолила я так вот так понимаешь соль какая-то здесь неправильная ну да она какая-то соль соленая соль соленая? соленее чем это вот я слепила я думала боже мой вообще-то у нас просто в наших апартаментах соль закончилась и я там у мальчиков выбрала или там какие-то остатки иодизированной соли морской соли это все соль не соль какая-то ну очень соленая соль нет не соль я не знаю не соль соль не соль? она соленая не соль? соленая соль ааа ну значит хорошая соль ну сейчас я снеслю вот эта которая была здесь в этих апартаментах а в этих апартаментах еще была соль да поэтому окей так ну что ну красивенько выглядит очень а еще сюда положить петрушечкой посыпать и вообще красотично будет а петрушечка и прям можно знаешь прям как ресторанное блюдо подавать Буба Гамп отдыхает да наши креветки лучше постелить газетку от Москоста да и будут креветки на газетке ну не знаю где вы печатаете продукты ну что-то не хочется да не хочется ресторан сейчас вот это вот делать не не ну я думаю что они хорошие или на русской рекламе не но она там тоже не знаю где печатается на донышке ух какой запах пошел от креветочек вкусненькие ммм красивенькая красота вот они креветосики вкуснотища то какая сейчас будем пробовать мама нам тут это вот креветочки нагатывала яичничку тостики мы тут уже салатик поели прощальный ужин у нас вот такой вот режет ну все уезжаем присядем на дорожку присядем на дорожку оставляем апартаменты хорошо села ой на дорожку да с чемоданом уезжаем уже все да из Америки ну что ляжек грустно уезжать да 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 еще при такой ситуации в стране как-то вообще ну все мама и брат улетают то масочку лучше одеть мы в аэропорту находимся сейчас оденем вот я рада была вас увидеть а мы как рады были жалею что лечу не с вами жалею что вы вообще летите улетаются да спасибо вам что прилетели а теперь ты к нам ну вот так ну и только не плачь окей теперь ты к нам да теперь я к вам так что ждите меня в июне прилечу всем спасибо за просмотры ставьте лайки комментируйте подписывайтесь обязательно и до новых встреч пока пока жмите на колокольчик и Субтитры подогнал «Симон»